Чтобы понять науку, нужно обратиться к пониманию человека, сказал когда-то Альберт Эйнштейн. Мы попытались понять вся искателя ученой степени в области экологии Олега Чешко. Научными исследованиями он серьезно начал заниматься после окончания Киевского политехнического института. Поступил в аспирантуру, работал в Федеральном центре двойных технологий «Союз». Несколько лет назад по семейным обстоятельствам вернулся в родной Черкесск. Продолжая заниматься любимым делом на родине, Олегу пришлось выехать далеко за ее пределы. В начале сентября в Турции, в городе Стамбуле, проходил Международный конгресс Еврокорд-2012, на который съехались ученые из разных стран, занимающиеся проблемой защиты от коррозии. Олег Георгиевич Чешко, как действительный член Российско-Германского союза инженеров, был в числе приглашенных для участия в этой научной конференции. В технических науках вопросы, связанные с коррозионной защитой материалов, являются наиболее важными во всей широте аспектов. То есть коррозия автомобильной, авиационной промышленности, коррозия нефтегазовой промышленности, механизмы коррозии, коррозия высокотемпературных процессов, а также способы ингибирования процессов коррозии. И пока Олег Георгиевич не углубился в дебри научных терминах, мы попросили рассказать о практическом применении его разработок, представленных на форуме Еврокорд, в нескольких словах. И у него получилось. Защитить конструктивные элементы мусоросжигательных заводов от воздействия продуктов сжигания. В настоящее время в России около 40 мусоросжигательных заводов. Проблема утилизации твердых бытовых отходов в 21 веке приобретает глобальный масштаб, особенно в развитых странах. Ведь мусорные полигоны не бездонные, и со временем вся планета может превратиться в огромную свалку. Решение этой проблемы многие ученые видят как раз в мусоросжигательных заводах. Однако здесь есть одно немаловажное «но». Мусоросжигательные заводы сами по себе тоже являются источником экологической опасности. Так вот, чтобы сделать ее минимальной, и нужен научный подход. Наиболее экологически обоснованным способом утилизации твердых бытовых и промышленных отходов являются именно термические способы, по причине того, что в результате этой переработки возникают продукты, наиболее схожие с грунтами поверхности земли. Тема, связанная с термической утилизацией ТБО, легла в основу диссертации Олега Чешко, которую он будет защищать в ноябре в Международном независимом эколого-политологическом университете в Москве. Помимо этого, сейчас Олег активно занимается межвузовским взаимодействием между своим университетом и вузами Карачаева-Черкесии. Основные направления подготовки специалистов в этом университете являются по экологии и политологии. В соответствии с тем, что экологическая обстановка у нас на высоком уровне, я думаю, что именно у нас, в нашем регионе, должны готовиться такие специалисты. Не только высшего профессионального образования, но и на уровне школы и колледжа должны подготавливать людей, чтобы они несознательно не могли нанести вреда той биосфере, в которой проживают. И действительно, где, как ни здесь, в Карачаево-Черкесии, где пока еще чистые реки и воздух, невольно задумываешься о том, как сохранить эту первозданную природу. И научно-технический прогресс, который угрожает экологии, должен стать тем клином, который ее же и спасет. В заключение остается привести еще одну цитату. Поле науки – это игра, в которой, чтобы выжить, нужно вооружиться разумом. Руслан Альботов. Итоги недели. То есть, единственным...